Михайловская Агра с финансового пункта Гледжиня довольно трывалая сельгазпродприемство. Вырушка от реализации товаров за 8 месяцев бягучего года склала больше за 5 миллионов рублей, альбо 127 процентов до узровню минулого года. Однако темпы больше худкого экономичного развития замороживают кредиторские запозиченности. Зараз сумма основного долга складает 52 миллионы. Тем не менее, иснуючий бизнес-план дозволяет различивать на его погашение за 2-3 годы. Долг, любой, каждый долг, конечно, влияет. Но, по сути дела, вместе с тем, хозяйство имеет очень хорошие показатели по производству мяса, молока, зерна и корма. Основная тема визита премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова на Гомельшину – анализ доручения у президента по выполнению указа номер 253. Документ на кированы, соединяющиеся к финансовому оздоровлению сельгазпродприемствам, шляхом снижения кредиторской нагрузки. А минавито от терминок и платежов на 5 годов. Я хочу сказать, что это фундаментальные решения, которые позволят нам вывести ситуацию в агропромышленном комплексе в непростой макроэкономической ситуации, в которой странно находилась в последнее время. Вот с учетом того, что уже произошла определенная текущая макроэкономическая стабилизация, выйти и на нормальные экономические параметры функционирования прежде всего сихозпроизводителей. В первом Урышицком районе Андрей Кобяков наведывая белорусский газоперепроцовщий завод. В минулом году тут был реализованный буйный проект, который позволил целиком автоматизовать процесс перепроцовки газу и подшать выпуск новой продукции, запотребованной у сосветных вытворцев автохимии. Все лето на заводе перепроцовали больше за 210 тысяч тонн привозной и 73,5 тысяч тонн уластной сыровины. Далее размова об выкористании мясцовых видов палева, что, на думку премьер-министра, заявляется основой экономичной безпеки краины. Удавництво МиниТЭЦ филиала Рэшицкие электросетки дозволило заместить импортируемый природный газ мясцовыми видами палева, а так само повелишись на деянность электро- и теплозабеспечения у города Рэшица. Окупаемость объекта показывает, что проектные цифры мы достигаем, поэтому порядка 29 лет окупаемость этого объекта на сегодняшний момент. Я думаю, что мы для Гомельской области дали возможность развиваться местным видом под добычей, я имею в виду и торфяных брикетов, и по щепе, и по всему. Мы создали здесь рабочие места, созданные. Я думаю, что и по технологии, хочу подчеркнуть, что технология, которая сегодня применяется, это ведущая технология в Европе. А пошли у программы рабочей поездки – знаемство с деянностью завода по вытворчести волокнистых плит. Уголи, по словам Андрея Кобякова, новые древоперепрацовщие вытворчасти, які были створены на базе открытого акционерного товариства «Гомель-древ» и «Рэшица-древ», в наступном году смогут выйти на безстратную працу. Это максимум вынеку правильных своечасовых решений, таких як поляпшение ассортимента выпускаемой продукции, снижение вытворчих затрат и поширение экспортной географии. Мы полагаем, что задача, которая была поставлена глава государства, о том, что мы должны производить продукцию высокой добавленной стоимости из собственного местного сырья, она не без трудностей, о которых, кстати, нам часто говорил глава государства, указывал, но тем не менее она будет реализована и практически уже реально реализовывается на вот этих конкретных предприятиях. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорского и Рэшицкого районов.